В час, в час, минута в минуту. Радио Болтком. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. Сейчас у нас в прямой связи член комиссии Сейма по народному хозяйству, депутат парламента Игорь Заринч. Доброе утро. Доброе утро. Да, но вчера были горячие дебаты. Два внеочередных заседания парламента. Три. Три, да, я извиняюсь, даже три. Но я почему говорю о двух, потому что два таких были ключевых. Это внешнеполитические дебаты ежегодные, которые обычно в конце января проходят в парламенте. И второй вопрос, это, конечно, вот этот законопроект, который можно так обозначить простым языком, о помощи государства жителям в решении проблем с коммунальными счетами. Естественно, закон называется весьма сложно и по-другому, но суть-то понятна. Вот, может быть, начнем, наверное, со второго вопроса. Это тема энергетики и тарифов вам очень близка. Да, ведь когда-то вы работали в регуляторе давно, но, тем не менее, вы в теме, что называется. Вот, с одной стороны, правительство очень долго медлило. Мы знаем, что цены или тарифы пошли наверх еще в октябре. Ну, наконец, какая-то программа поддержки принята. Там она из двух пакетов состоит. О втором пакете, среднесрочным так он называется, чуточку попозже. Вот об этом первом пакете, сразу предваряя ваш комментарий, скажу, что, не знаю, удалось посмотреть передачу Домбурса, где выступал бывший премьер Годманис, где сказал, что правительство ошиблось. Оно разбрасывало деньги. В прошлом году, мы помним, в марте, когда были большие пособия пенсионерам одноразовые, на каждого ребенка по 500 евро, пенсионерам по 200 евро. А вот сейчас, когда действительно вот эти счета закоммунальные вообще вызывают у людей шок, правительство готово только выделить пенсионерам там по 20 евро, ну, вакцинированным по 40 получается, и вот по 50 евро на ребенка, ну, это очень мало. И вряд ли покрывает вот ту инфляцию, которая у нас сейчас бушует. Ну, вот ваш комментарий. Ну, если комментировать действия этого правительства, то она действует как кролик, который, когда видит опасность, он замирает, ничего не делает, и сидит и думает, а вось, как говорится, рассосется, может, пройдет мимо это все. Да. И если это не проходит мимо, когда он уже видит, что все, ну, все там уже это нагрянуло, так, ну, это все нагрянуло, то просто дает дер. Вот что-то, что-то, да, что-то начинает делать, и часто обычно это не совсем адекватные действия, да. Если мы говорим про эти решения по поддержке, то то, что ты упомянул, это одна часть. Но на самом деле эта поддержка более широкая, и как будто мне кажется, что где-то правительство уже ушло в другую крайность. То есть речь идет еще о том, что будет компенсироваться полностью тарифы сети. Включая ОИК. Услуги, да, будут компенсироваться, полностью будет компенсироваться на этот промежуток до апреля. Сетевой тариф и ОИК будет полностью компенсироваться. И плюс обозначено, что в тех, где подражение газа будет выше определенной суммы, там, скажем, вот если теплоэнергия, за теплоэнергию надо платить выше 68 евро за мегаватт-час, то это тоже будет компенсироваться, вот это повышение выше 68. То есть в чем другая крайность? Потому что, ну, есть люди, которым в основном в большой части общества надо помочь. Но есть те, которые живут очень хорошо, очень богато, да, которые имеют свои бассейны там и так далее, да. Ну, возможно, что не было бы правильно, что и им полностью это все компенсируется сейчас, да. То есть здесь можно было, имея в виду то, что у нас уже сделаны специальные IT-системы, которые вложены миллионы, чтобы мы точно целенаправленно могли бы определить и дать эту помощь конкретным людям. Сейчас это веером от себя сделано, да, и ее получат и те, которым это не надо, и получат очень много, намного больше тех, которым надо, да. Правильнее было бы эти распределять деньги действительно тем, которым это нужно. Ну, в основном это действительно там 90% общества, которым сейчас надо помочь. Но есть 10%, которые могли бы без нее обойтись, если это говорить так общим. Но то, что в этом всем, то, что я указал в этих дебатах, и вообще такое, ну, что было такое действительно реально неприятно, обоснование этому решению. То есть не тому, что вот там такая-то ситуация и так далее, в аннотации законопроекта, где помотываемся, обоснование было написано, что обоснование, потому что правящие партии Коалиционного Совета так решили. Вот они вдруг решили, вот мы будем так делать. То есть, и поэтому сейчас парламент должен так голосовать. И в чем идет нюанс, если посмотреть чисто с Конституции, да, написано, что лэмэйвар, это решение, как это будет правильно по-русски? Ну, фактически, можно сказать, законодательная власть. Исполнительная власть и есть законодательная, да. Законодательная власть в Латвии принадлежит парламенту, народу. То есть народ через парламент реализует свои права. Ну, это де юре, де факто мы понимаем, как на самом деле происходит. И вот что очень значимо насчет этого законопроекта, что в этом законопроекте прямым текстом было написано то, обо чем я говорил, что на самом-то деле у нас Конституция подрывается под самую основу, что парламент не работает как законодательная власть, она просто работает как исполнительный орган Коалиционного Совета. То есть, а что такое Коалиционный Совет? Это просто такой сходняк, знаете, как в фильмах про мафию, да, где там встречаются боссы мафии, сделали сходняк, решили, ну, порешили, и вот дальше все так должны делать. И в том числе и парламент сейчас так должен делать, проголосовать. Ясно, что это решение, которое нужно было принять, и мы все его поддержали, потому что, ну, действительно, ситуацию надо решать. Но то, что вот проскочило, вот они сами легализировали, вот расслабились на то, что, ну, это ведь такое хорошее решение, и мы можем вот реально показать, какие положения вещей. Что парламент, это не то, что по конституции, а просто, это просто исполнительный орган этого сходняка. Но если говорить дальше по сути этому законопроекту, какие вещи, ну, про что я указал, когда были эти дебаты, то есть, если говорим про ОИК, такая интересная вещь. Сейчас мы будем его компенсировать несколько месяцев. Но, и будем тратить на это много миллионов. Так. То, что должно было сделать это правительство, то есть, и она говорит, ну, нет вариантов. А варианты реально были. Как мы могли меньше потратить денег? Потому что мы говорим о чем? Мы сейчас, власть планирует на все это потратить примерно 250 миллионов. 250 миллионов. А это не ее деньги. Это деньги, которые надо будет возвращать. В данный момент в бюджете денег таких нет. Бюджет уже сделан с дефицитом. Это значит, эти деньги будут заниматься, чтобы их сейчас потратить. Потом их надо будет кому-то отдавать. И поэтому так важно сейчас понять, насколько они правильно, целенаправленно тратятся. И одно, что я уже указал, что не на всех надо было эти деньги тратить. Тратить на тем, которым реально надо помочь. Другое то, что если мы говорим сейчас по позиции, то ОИК, да. Ну, как вы помните, я там много лет уже этим занимался и показывал, как это, что на самом деле творится. И то, что мне удалось достичь, что были сделаны изменения в законе. И одни из изменений, которые мне удалось достичь, что правительство должно было разработать новую методику, как определяется этот объем поддержки, чтобы он не был чрезмерно щедрым. Что он чрезмерно щедрым, мне это удалось доказать. Еврокомиссия это признала. И там ее надо было просчитывать. Это много-много миллионов, которыми платим не обоснованно. То есть поддержка должна быть, скажем так, разумной, соизмеримой. И правительство должно было разработать эти, ну, это как... Да, ну, правила по существу. Правила, да. Правила до прошлого года, летом прошлого года. И все это пересчитать уже. Оно это не сделало. То есть правительство Каренча, игнорируя то, что написано в законе, они не сделали эти правила, чтобы пересчитать вот эту поддержку. И мы до сих пор продолжаем платить необоснованно много-много миллионов. Сейчас мы эти миллионы будем покрывать вот из этих денег, которые мы будем заимствовать. Ну, как вот один из примеров, что происходит дальше. Если мы говорим про то, что вот очень все любят сейчас говорить, что ну да, но это ситуация из-за того, что газ там и так далее, там внешние обстоятельства... Что чуть ли не Россия виновата. Ну да, то есть внешние обстоятельства обычно, значит, это три. Это погода. Погода не такая была. Потом... Рука Москвы. Ну да, рука Москвы и так далее. И потом еще то, что вот там глобальная ситуация в энергоринках и так далее. И из-за этого у нас сейчас такие большие цены. И вот тут я сделал такой момент истины, да. Вот когда я вам спрашиваю, где выше всего теплотариф, все говорят, ну да, ну там, где газ. А знаете ли вы, что... Вот я взял данные из регулятора, который... Обобщил, да. Собрал, да, с тарифы на тепло 22-го года, 11-го января. И там топ-3, самый низкий тариф. Знаете где? Там где газ. Там где газ. То есть прогрессальные ситуации. А как же так? Вот. 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 Вот именно поэтому такую загвоздку сделал, чтобы было интересно разобраться в этом. То есть, несмотря на все эти манипуляции, про которые нам говорят, оказывается, что есть газ очень дорогой, есть газ очень дешевый. Сравнительно дешевый. Где тариф ниже, намного ниже того тарифа, который мы сейчас должны будем субсидировать и тратить очень много миллионов денег, чтобы вот это покрыть. И сейчас мы разберемся, действительно ли виноват в этом Россия, или Китай, или Бог, который там не дал нужную погоду, да, или все-таки наша политика. То есть, когда мы делали... И в суть в этом всем, почему вот такой разброс этих цен, в том, что это зависит от той модели рынка газового, которая создала власть в Министерстве экономики. Когда создавалась эта модель, это было уже несколько лет тому назад, уже в предыдущем парламенте, позапреды, да, в предыдущем, мне кажется, парламенте, да. Я указал на эти риски, если мы вот сейчас с одной крайности, когда у нас рынок был полностью регулирован, и монополизирован, пройдем сразу в другую крайность, когда мы сделаем его максимально либеральным и максимально спекулятивным, и это прерогатива была, мол, что нам надо сделать так, чтобы здесь больше было торговцев газа, которые будут между собой конкурировать, и благодаря этой конкуренции у нас газ будет дешевле. Я обрисовал, какие будут риски, если мы сразу сделаем такой риский переход. Да, нам надо было либерализировать этот рынок, но надо было идти правильными шагами, потому что правила организации рынка в одном случае и правила организации рынка в другом случае крайне отличаются. И если игроки в этом рынке, в данном случае потребители, латвийские потребители, как вот теплопреприятие, не готовы и недостаточно компетентны правильно играть в этом рынке, то они могут становиться жертвами. И я тогда спросил министра экономики, вы действительно в полном здравии и ума предполагаете, что какое-то теплопреприятие в каком-то сельском городке в Латвии будет компетентно разобраться, в какой момент, от кого, на какие условия закупать этот газ. И что будет, если с большой вероятностью он не сможет это сделать. И тогда финично просто министр экономики, мне кажется, это было Саша Ранденс, ответил, что ну да, ну сам виноват. Ну тогда будет это чрезвычайно энергетические ситуации. И по этой чрезвычайно энергетической ситуации мы поможем этим защищенным потребителям, это маленькие потребители газа, а теплопреприятия, они сами виноваты, пусть разбираются. И вот эта ситуация как раз сейчас и случилась. Хорошо. То, что мы сейчас будем тратить эти много-много миллионов денег, это не просто эти внешние факторы, это забезалабренность, безответственность и, возможно, ангажированность власти, которые принимали вот такие решения, не думая о реальных последствиях, не думая действительно о газовийском потребителе, о какой-то другой игре, чтобы помочь кому-то зарабатывать на этом. Но очень много кто заработает, и мы за это сейчас заплатим. Вот еще такой вопрос, который я хотел задать. Мы знаем, что сейчас Европейский Союз проводит такое, это, видимо, модная история, зеленый курс, так называемый, зеленые политики. Нам говорят, что давайте альтернативные источники энергии, возобновляемые ресурсы. Но альтернативные мы понимаем, прежде всего, ветряки, так называемые, и солнечные панели или солнечные батареи. Ну, насколько это вообще актуально? Я понимаю, может быть, для Монако это вот было бы актуально. Насколько для Латвии, с учетом того, что еще ученые не могут полностью, и вообще не могут еще сохранить солнечную энергию, которая накапливается, допустим, летом. Вот как вам кажется, потянем ли мы это, или вот в рамках этих еврофондов мы можем что-то использовать? Вы верите в эти альтернативные источники энергии? Ну, тут надо разобрать на несколько уровней. Возьмем этот более глобальный уровень, действительно, политик Евросоюза. Хоть и хотим, и не хотим, мы уже согласились на этот зеленый курс, и мы будем в нем участвовать. Это как в свое время было СОИК. И тут главное действительно не сделать так, чтобы это было как СОИК. К сожалению, те, которые соглашились на этот курс, и те, которые ведут какую риторику, ведут эти политики, это те же самые политики, которые делали нам ОИК-офер, и риторика такая же. То есть здесь есть очень большой шанс, что получится что-то похожее, только еще более обширном масштабе, потому что этот зеленый курс будет затрагивать всю нашу экономику, каждого из нас. Действительно, как одна из возможностей будущей технологии, это добывать электроэнергии из ветра и от солнца. В чем минус, по которому не особенно хотят говорить? Плюс этих электроэнергий действительно, что ветер, солнце нам ничего не стоит. Вот поставили, и она производит. И это очень хорошо, когда ветер есть, и солнце светит. Но проблема возникает тогда, когда ветра нет. И солнце не светит. И солнце не светит, да. Вот как сегодня, да. Нет, но ветер обещают, будет. Да, ветер будет. Что мало не покажется. Но проблема в чем? Электричество нужно тогда, и в таком объеме, сколько ей нужно на данный момент потребления. А не тогда, когда ветер дует, или когда солнце светит. Вот когда нам это надо, и ветер дует, это хорошо. Это занижает цену. И об этом очень все, многие любят говорить, что вот благодаря ветроэнергии, там цена упала, там тогда-то, тогда-то, или там вообще кулю было, и так далее. Но что умалкивается, что когда ее нету, ее надо откуда-то брать. Это значит, надо делать какие-то резервные решения. Если эти резервные решения не сделаны, то тогда из-за ветра электроэнергия стоит очень дорого. Потому что, ну это как всегда, ну вот если у вас, ну вы сказали, что, скажем, например, газ плохой, ему не надо пользоваться. Вот никто не вложил эти мощности, никто не сделал, чтобы у нас были эффективные резервные мощности. И когда вот ветра нет вдруг, то надо откуда их брать. И тогда вот задействуют, скажем, старые угольные станции, которые очень дорогие. А это сразу высоко поднимает цену на электричество. И получается, что это в основном-то из-за ветра тогда получается. Потому что тогда ветра нету, и вот эти решения не приготовлены, потому что правильно только ветер. То все, мы за это дорого платим. Это умалчивается. И на самом-то деле, вот этот скачок цен, который сейчас прошел в газ, это именно из-за того, что Европа очень безответственно начала внедрать этот зеленый курс. И что случилось? Я очень коротко, те, которые, может, не знают, я это описывал там тоже в статьях, уже в начале осени предупреждал, что вот это все произойдет, уже в начале осени предупреждал, и показывал, как это случилось. И кроме этих внешних факторов, были эти внутренние политические факторы, которые Европа сама создала, этот тайфун цен. То есть получилось так, что на прошлом сезоне летом вдруг там не было ветра, и было очень жарко. И надо было большое потребление электричества, чтобы работали там кондиционеры, чтобы остудить. Кондиционеры? Это как у нас зимой, когда у нас большое потребление, когда у нас холодно, все греются, нужна энергия. Вот летом в Европе получилось так, что нужно было много энергии, чтобы остужиться. Ветриков не было. Кто может помочь? Ненавистный газ. И ветряков не было, дождя не было, помогает газ. То есть Европа вместо того, чтобы закачивать этот газ, тратила этот газ, чтобы компенсировать недостаток той электроэнергии, которую не делали ветряки. И в результате газ начал закачиваться позже, когда уже цена стала дороже. И в конце концов получилось так, что вот мы, этот недостаток газа, его еще недостаточно было, и поскольку европейский рынок тоже был сделан максимально либерализованным, максимально спекулятивным, то вот этот механизм заработал в другую сторону. Он был как будто предположен, что у нас будет тут большая конкуренция поставщиков газа, и тогда такой механизм, он задавливает цену вниз, и мы выигрыши. Но когда есть ситуации наоборот, когда газа не хватает, то этот механизм начинает работать в противоположную сторону. И поэтому основная причина на самом-то деле была не то, что там кто-то манипулирует с внешними обстоятельствами, а внутренние обстоятельства Европы, неправильные политические решения, неправильная их имплементация, да. И вот это привело к этому тайфуну спирали цены на газ. Ну, если так коротко, я не знаю. Хорошо, тогда такой вопрос, который... Да, мы остановились насчет сауночных панелей. Это отдельная интересная история. Ну, во-первых, скажем так, это те, которые с этим сталкивались, это такая, скажем так, недешевая, недешевая радость. То есть, нет проблем, если кто-то хочет ставить себе эти солнечные панели, готов за это платить, пожалуйста. Но, если будет так, как правительство сейчас хочет предложить, что мы все должны за эту дорогую забаву кому-то доплатить, то я считаю, это неправильно. Я объясню, почему. То есть, то, что сейчас происходит, опять, на фоне происходящего, когда вот эти цены на электричество подскочили, меняется вся аритметика выгодности этих солнечных панелей. Потому что, как работает солнечная система солнечных панелей в Латвии? У нас сделана такая система, что каждый может их поставить до 15 киловатт мощности. Это достаточно большая мощность. Каждое домохозяйство может себе поставить эти панели. И вот ясно, что есть проблема. Проблема есть в том, что электричество нужно тогда, когда она нужна, а солнце светит тогда, когда она светит. И это часто не совпадает. И у нас мы это решили. Мы решили, что тот, кто поставил солнечные панели, всю ту электричество, которую он не использует сам от солнечной панели, он сдает это электричество в сеть. И в течение года он может использовать это электричество на свои нужды. И получается так, что летом, когда солнце больше, оно светит, и есть избыток, вы сдаете это электричество в сеть, и зимой ее получаете обратно. Я так банализированно говорю, чтобы понятно было. И зимой этот избыток вы можете получить обратно. И поскольку сейчас был этот большой скачок цены на электричество, то получается, что солнечные панели, получается, их выгода возрастает. Но что я хочу сказать? Тут есть определенные нюансы, на которые надо обратить внимание всем тем, которые хотят ставить солнечные панели. Очень часто манипулируют с этим расчетом, и на самом сути те, которые продвигают эти технологии, они обманывают тех, которым их устанавливают насчет их реальной выгоды. Дело в том, что тот, который сейчас производит солнечные энергии, он не платит за произведенную энергию, которую он, скажем, дал сети, в том числе, не платит просто не только за энергию, он не платит за ОИК, и не платит еще компоненту распределительной сети, которая состоит из двух частей. Одну эту часть он не платит. Есть фиксированная часть, которая зависит от мощности подключения, и есть часть, которую вы платите, исходя от того, насколько много электроэнергии вы потратили. И вот эта вторая часть, которая привязана к объему потребления, она намного больше этой фиксированной, что, в общем-то, на самом деле нелогично, потому что распределительная сеть, расходы распределительной сети, они не меняются, независимо от того, если вот там провели вам подключение, потребляете, вы не потребляете электричество, все равно это подключение надо кому-то поддерживать, трансформаторы, линии и так далее. Почему я это говорю? Потому что вот эта неправильная конфигурация тарифа распределительной сети дает сейчас дополнительную, очень важную компоненту выгодность этих солнечных панелей. Почему важно это указать? Потому что эту неправильную ситуацию она вскоре будет исправлена. И тогда рентабельность солнечных панелей резко упадет. Это одна вещь. Другая вещь. Рентабельность солнечных панелей, когда вы будете рассчитывать, кто хочет ставить, не ставьте нынешние цены, при которых действительно вам получается, что окупается в 6-7 лет эта панель. Ставьте реальные цены, посмотрите в Нордфу, какие они были. Они были несколько раз ниже. И тогда вы получите совсем другие периоды. Скажи, мне так никто и не мог. Я вот тот человек, который бы мог себе поставить солнечные панели, которые разбираются в этом немножко все-таки. Но я их все время все так и не поставил, потому что никто мне не мог дать реальный расчет. Не те расчеты, которые вам пропихивают продавцы, чтобы показать, мол, ребята, очень хорошо, 6-7 лет окупится. Я начинаю ставить реальные цифры, и я это не получаю. Мне там и за 20 лет это не окупится. И когда я начинаю считать, сколько мне надо вложить, чтобы эти панели поставить, и что я об этом получу, мне получается, что выгоднее всего мне просто покупать эту электроэнергию от сети. Вот такая у меня получается ситуация, если так коротко об этом говорить. Хорошо. Советую всем посчитайте нормально, рассчитывайте на то, что, между прочим, и ОИК, который вы сейчас не платите, он тоже уменьшается. В этом году он уже существенно меньше, в следующем году он еще будет меньше. И это все надо брать в виду. Когда вы рассчитываете, стоит ли в это вкладываться. Чтобы мы закончили эту тему, понятно, что она долгоиграющая, я думаю, что мы в наших эфирах ее еще продумали, но чтобы закончить эту энергетическую тему, все-таки ваш прогноз, слушая отдельных латвийских политиков, начинает казаться, что они действительно всерьез верят, или, может быть, сами себя уговорили, что вот мы можем спокойно в обозримом будущем избавиться от газа. Вот нам все время кричат вот фасильное топливо, все, надо избавляться. Ведь под этим предлогом, как мы помним, АТС-Тибейпар даже отказалась поддержать нулевую ставку или даже снижение ставки НДС на газ, что вот это будет плохой сигнал. Мы можем вообще Латвия как страна избавиться от газа и сказать все, больше газ мы не используем, становимся энергетически независимой от этой злобной России. Ну, если мы говорим про энергетику, в общем-то, как и насчет других. Да, про энергетику, да. Да, про энергетику, то очень важно было, чтобы в этом высказывались специалисты и неангажированные специалисты, которые лоббируют какую-то конкретную технологию. То, что мы, к сожалению, сейчас видим, что в этом медийном пространстве много вот всяких этих мнений про энергетику, которые высказывают специалисты, и многие из них действительно специалисты, но они специалисты, которые лоббируют конкретные технологии, и они подают информацию, исходя из того, как им выгодно. И, к сожалению, политики, которые в основном очень мало что смыслят энергетики, почти, редко кто я, это должны мы признать, особенно те, которые сейчас находятся в власти, особенно извиняюсь, но премьер-министр Каринч, когда он был министром экономики, знаете, в рядах специалистов шутили, что надо слушать, что говорит министр экономики по энергетике, делать все наоборот, тогда будет правильно. К сожалению, ничего много не изменилось за это время в этой компетенции. И если мы говорим насчет газа, что можно обойтись без газа, игнорировать дальше, и что вот просто переставим все сразу на зеленую энергию, ресурсы, посмотрите свои счета, вот куда это ведет. То, что я могу сказать, что с полной ответственностью, как человек, который профессионально разбирается в этих вопросах, что без газа мы не обойдемся. Еще в ближайшее будущее лет 10 точно. И газ, наоборот, будет все больше важнее и важнее. Это будет очень важное, если мы действительно хотим идти этот зеленый курс, то на данный момент единственный вариант, как создавать эффективные резервные решения, чтобы балансировать вот эту возобновляемую энергию, которая неуправляема, это газ. И если мы будем идти этот зеленый курс, он должен идти в тандеме с развитием газовых технологий, используя газовые технологии, которые мы удержат, чтобы компенсировать. пока мы не создадим такую систему, когда эта возобновляемая, вот, система из возобновляемых ресурсов сможет компенсировать сама себя. То есть, когда этих мощностей будет так много, они будут так разбрасаны по всему, скажем так, территории, когда они могут друг друга компенсировать. И даже тогда этого не будет. Все равно надо будет дополнительно какие-то резервные мощности, которые будут этот баланс обеспечивать. И пока что лучшей технологии газа нет. К сожалению, тех, которые говорят, что газ это ненужное решение. Да, в оставшиеся несколько минут вот все-таки о теме одного из вчерашних неочередных заседаний парламента. это ежегодные внешнеполитические дебаты. Вы тоже там выступали. Но мы помним и, в принципе, это можно было ожидать. 99% всех выступлений было посвящено ситуации на Украине, так условно скажем, и вот поведению России. И все время звучало, неважно, какую партию человек представлял, более правую, более левую, неважно, звучало слово война, война, война и война. Но вот я помню, что вы как раз выступили, сказав, что никакой войны между Россией и Украиной, а тем более между, не знаю, Россией, Соединенных Штатами и НАТО не будет. Почему вы в этом уверены? Да, действительно, я начал свою речь с тем, что я должен буду огорчить всех тех, которые страстно живут войны всего доброго, совсем злым. Действительно, такой войны не будет. И это понятно любому, который разбирается геополитикой и способен мышлить категориями геополитики, принципами этими. а не, ну, скажем, такого обиденного чиновника. Почему очень просто? Понимаете, я боюсь, что для этого надо нам тогда отдельную передачу, чтобы это все... Ну, хотя бы несколько слов, несколько тезисов в оставшееся время. Понимаете, действительно, чтобы понять, что происходит, надо мыслить критериями геополитики. И что такое геополитика? Геополитика это такая вещь, которой нету... Она не мыслит категориями добра и зла, где нету морали. То есть, то, что нам дальше, что происходит дальше, нам продает в этих категориях. А в этих категориях смотреть на происходящее и стараться в нем разобраться невозможно правильно. Невозможно. Да, ими пользоваться потом дальше. Те, которые продвигают все эти процессы, их дальше обличают в этих категориях. Обра, зла, морали и так далее. Там всего этого нет. Там максимальный рационал. Это как джунглер. Смотрит, возможно съесть, не можно съесть. Стоит на это тратить энергию, не стоит. И эта ситуация, какая она сейчас образовалась, она такова, что не стоит этого делать. По-простому говоря. И все то, что происходит, наоборот, скажем, лично для меня, как человек, который немножко следит за этим, понимает эти процессы, я наоборот, я немножко даже более такой, как это, отвегиваемся. Облегчением. Облегчением. С облегчением смотрю на эту ситуацию, наоборот, потому что я вижу, я понимал, что происходит, что нагнетается, и я сейчас облегчен, что я вижу, что начинаются переговоры, что это будет, что-таки есть старание решить это дипломатическим путем. Он начался, да, то есть, и это еще один такой, ну, как индикатор, что, ну, что в ближайшее время, в ближайшее время точно ничего не будет происходить. Ясно, будут провокации и так далее, и этим все будут заниматься, и, ну, это все, истории, в истории ничего нового нет. Но опять, если посмотреть на эти ситуации, сейчас сейчас происходит, вот это нагнетение, которое произошло, я вижу, что она наоборот, она больше работает на то, чтобы войны не было. И это попытаюсь объяснить так просто с примером, да, таким, ну, вот, скажем, вы пошли в грибы, в лес, за грибы, и там вот речка, и через речку это там лежит бревно, через которое, если пройдете, вы знаете, что там есть грибы, то есть, там, но вы можете замочить ноги. Да. И, в общем-то, вы не очень-очень хотите через нее идти, да, но, но вас может кто-то испроводить, сказать, ну, слушай, ну, там такие грибы, ну, давай, вот вы идете, и все-таки, бац, спотыкаетесь, в эту речку попадаете, но все равно за эти грибы пошли, да, то есть, это я говорю вот про возможность войны, да, но вот если вы видите, что вы можете замочить ноги, когда вы идете через эту речку, ну, вы еще подумайте, идти не идти, но если вы видите, что вы пойдете через эту речку, а там не просто замочите ноги, а вы можете там вообще... Утонуть, да. Да, то, наверное, вас будет очень трудно уговорить, что вот давайте из-за этих грибов пойдите туда, да, вы не пойдете. Вот это та ситуация, которая сейчас образовалась. Вот так вот, образно говоря. Хорошо, а есть выход из этой ситуации, ну, скажем так, чтобы все стороны, как говорят, дипломатии сохранили лицо, потому что мы ведь понимаем, что Москва тоже не может сказать, ну, мы тут гарантии безопасности представили, нас послали, как это повежливее сказать, сказали, отдыхайте, мы вас гарантии не принимаем, ну, там мы еще какие-то там переговоры по контролю над вооружением можем провести, то, что нас интересует, а всякие там непродвижения, там, НАТО на восток и другие ваши требования, мы уже, в принципе, выкинули в мусорник. Но Москва ведь тоже не может сказать, ну, и ладно, мы тут погорячились, конечно, будем жить дружно, ведь должен быть какой-то взаимоприемлемый компромисс, так я понимаю. Да, вот то, что ты сейчас объяснил, это вот на уровне вот обиденного человека, как он мыслит, да, на уровне геополитики, там, те ребята, ну, там вообще нет никакого потерения летя, они, и, в общем-то, они уже, уже, я думаю, как шахматная партия, они уже давно знают ходы друг друга, кто будет что принимать, я думаю, это было бы со стороны России максимально наивно надеяться, они это точно не делают, что им, на их требованиях там будет, может быть, какой-то другой ответ, который... То есть все все знали, да? Да, конечно, это все идет, игра такая, игра на ставок, и дальше, то, что дальше делается, вот это все нагнетение, дальше делается вот этот информационный сброс, и которым манипулируют, это очень удобно многим властям манипулировать, особенно тем властям, которые не способны, не способны, скажем так, справиться, справиться с какими-то своими внешними проблемами, и тут нам не надо даже к соседям заглядывать, да, этот психоз военный очень выгоден, и здесь на месте, чтобы под этот шумок, можно было опять там, то, что вы слышали в дебатах, что, а давайте еще несколько миллионов, да, не несколько, 350 миллионов дополнительно просят, да, да, давайте закупим там что-то, чтобы нам было безопаснее, да, и как будто забывать то, что буквально пару месяцев назад, когда мы распределяли бюджет, те же самые ребята в правительстве, спина, наверное, так говорили, что нет, ну да, ну важно вам медикам помочь, но эти 40 миллионов мы не найдем, потому что, ну просто у нас нет денег, и на онкологию у нас нет денег, и на науку нет денег, а вот сейчас вот этот шумок, а давайте 50 миллионов что-то закупим, да, хоп, сразу нашлись, да, и вот, понимаете, если вы можете видеть более широко и понимать эти процессы, ну тут все выглядит совсем по-другому, да, и вообще, ну если, не надо слушать, слушать, что говорят политики, да, а политики такое порода, да, что они из любой, из любого, извиняюсь, говна сделают, сделают, вам попытается продать, но это что-то ценное, и любая ценная вещь может быстро сделать дерьмо, да, это все зависит просто от качества этого политики, моральных качеств его, да, и к сожалению, у нас получается больше второй вариант, да, хорошо, значит, ну будем надеяться, что действительно войны не будет, а в принципе... точно не будет, я, если будет, я положу свою мандатскую и уйду в отставку, так, так вы... но провокации, провокации, конечно, они будут со всех сторон, и не только там по всему, по всему первым переменам, потому что это профессиональные игроки, они хорошо, но, скажем так, это, смотрите на это как шахматную партию, для них весь мир как шахматная доска, в которой они играют, распределяют там свои фигуры и так далее, там кому надо... Раз уж мы, я понял, раз уж мы начали с прогнозов, давайте и закончим эти прогнозы, может быть, можете спрогнозировать, что дальше будет делать правительство, если коротко, с точки зрения вот этих мер эпидемиологической безопасности, отменят это деление на красные, зеленые зоны? Конечно нет, конечно нет, это же очень просто, это правительство, в чем суть всех этих действий правительства? Она, как я уже говорил, этот кролик, который испугался, который ничего не понимает, сначала она прачивается, ждет, что вот, и то, что вот в этой фазе сейчас находится, эта фаза называется, знаете, как бы, я уже, то, что, как эта правительство будет действовать, это объяснил уже полтора года назад, позапрошлом году уже, что она как зайчик под елочкой, прячется, и ждет, что может, а вот этот серий волк пройдет мимо, и сейчас, вся надежда в этой стратегии это вакцинация, что надо заставлять всех людей вакцинироваться, и все эти и рубежомы, которые, вот эти ограничения, которые не сделаны, не сделаны по логике, как было бы правильнее, они сделаны, чтобы вот, как миниджировать эту ситуацию, а они сделаны по логике, как заставить людей вакцинироваться, потому что это правительство, она где-то осознает, что она очень плохой ездок, она не может на этом коне власти удержаться, если конь начинает что-то двигаться, они будут, упадут, им надо, чтобы все вот это максимально делать сжатым, и единственное, как они видят, что поскольку они сами не понимают, как миниджировать эту ситуацию, это уже отдельная вещь, как это можно делать, я бы рассказал, но как только я начинаю рассказывать, то все медиа сразу отлищиваются, потому что им надо показывать, что эта власть что-то может сделать, иногда могу выражать, что не может сделать, и поэтому они придумали, что надо просто людей заставлять вакцинироваться, и это единственное решение, и они знают, что это совсем то тоже не сработает, но тогда они смогут сказать, что виноваты вы, потому что вы не вакцинировались, а если они начнут что-то сделать, За каждое свое действие они видят, что они получают по шее, потому что они ничего не могут сделать. Поэтому они лучше ничего не делают. И эту ситуацию они будут держать максимально долго, сколько возможно, чтобы потом ее только отпустить. Одним из самых последних мы будем, которые это отпустят. Понятно. Игорь Зайничн, у нас был в прямом эфире посредством Зума, депутат Сима. Большое спасибо. Всего хорошего.